Это проект Итоги Брифт на телеканале Атамикен Бизнес. Я Каиджан Смогулов. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Сдерживать цены или кредитовать бизнес. Что важнее для Национального банка, а что для правительства? Поддержка бизнеса как системное решение. Какие механизмы развития предпринимательства есть в Казахстане? Дефицит и рост цен на авторынке. Наплыв россиян за казахстанскими машинами предсказывает независимый эксперт. Итак, на этой неделе в парламенте в ходе обсуждения бюджета состоялся очень интересный диалог между депутатом Мажелиса Аманжаном Жамаловым, зампредом Национального банка Виталием Тутушкиным и министром финансов Юрланом Жамаубаевым. Речь шла о базовой ставке, кредитовании бизнеса и льготных госпрограммах. Разговор этот, на мой взгляд, очень важен, потому что обнажил весьма большую проблему нашей страны. Процитирую парламентария. Правительство планирует выделить 309 миллиардов тенге на кредитование проектов, обрабатывающей промышленности 104 миллиарда, на субсидирование процентной ставки по кредитам и на автокредитование еще 100 миллиардов тенге. То есть в сумме это 500 миллиардов тенге. Колоссальная сумма для кредитования экономики. Все эти деньги выделяются по льготным ставкам 4-6%. Это намного ниже базовой ставки в 13,5%, которую установил Нацбанк. Две противоречия друг другу политики. Нацбанк зажимает кредитование, а правительство, видя, что нет банковского кредитования, наращивает кредиты из бюджета. Левая рука не знает, что сделает правая. Уважаемый Виталий Алексеевич, понимает ли Нацбанк, что правительство вынуждено выделять такие суммы на кредитование экономики из-за жесткой денежно-кредитной политики Нацбанка? И как при таком объеме дешевого кредитования со стороны правительства Нацбанк собирается проводить инфляционную политику таргетирования? И собирается ли Нацбанк решать проблему доступного банковского кредитования в ближайшее время? Заметитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин на это ответил, что базовая ставка направлена не столько на развитие кредитования, сколько на вопросы, связанные с инфляцией. Она растет и ожидания у регулятора не очень позитивные, поэтому и была повышена базовая ставка. Да, мы понимаем, что при таком уровне номинальной ставки кредиты становятся не очень доступными, но тем не менее при анализе проектов, когда кредитуется какой-то проект, во внимание принимается реальный уровень ставки. Если сейчас посмотреть, то ставка в реальном выражении находится на одном из низких уровней, то есть реальная ставка это номинальный минус уровень годовой инфляции, находится на одном из самых низких уровней за последние несколько лет. То есть в целом сказать, что по реальной ставке кредиты являются недоступными, наверное, будет не совсем правильно, потому что просто за счет роста цен будет обеспечено погашение кредитов, обслуживание этих кредитов. И тут в принципе Виталий Тутушкин прав, во всяком случае формально, потому что у Национального банка нет цели развивать кредитование производства. Могу процитировать информацию с официального сайта регулятора. Основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан. Для реализации основной цели на Национальный банк возлагаются следующие задачи. Разработка и проведение денежно-кредитной политики государства, обеспечение функционирования платежной системы, осуществление валютного регулирования и валютного контроля, содействие обеспечению стабильности финансовой системы, осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора. Все. Никаких обязательств по развитию реального сектора экономики нет. Но они есть у правительства. И тут в диалог вступает министр финансов Ярулан Жамаубаев. Ситуация каким образом складывается? Действительно, из-за того, что банки не кредитуют экономику, сейчас посмотрим, если раньше у них кредиты экономики в ВВП составляли более 50%, сейчас составляют менее 40%, да около 30%, наверное. Абсолютно важный вопрос с точки зрения макроэкономики и вообще развития экономики. Из-за того, что учетная ставка, то есть базовая ставка высокая, мы вынуждены, как правительство, поддерживать реальный сектор экономики. Выделяем средства на субсидирование, на пополнение уставного капитала наших фондов, Банка развития Казахстана, для того, чтобы они смягшировали эти деньги и кредитовали экономику. Также, помимо этого, для финансирования дефицита бюджета мы привлекаем средства на фондовом рынке по более высокей процентной ставке из-за того, что у нас базовая ставка высокая. Поэтому абсолютно верный вопрос, базовая ставка влияет на всю экономику. Поэтому Национальному банку необходимо пересмотреть подходы по формированию базовой ставки. Финансист Арман Байганов считает, что властям надо найти золотую середину. Понятно, что правительство заинтересовано в том, чтобы коммерческие банки тоже принимали участие в кредитовании экономики. Но им мешает высокая стоимость денег, определяемой как раз-таки базовой ставкой. А что произойдет, если ее резко снизить? Ответ на этот вопрос теперь точно знают в Турции. Центробанк этой страны в прошлом году снизил ключевую ставку в совокупности на 500 базисных пунктов с 19 до 14%. В итоге инфляция в годовом выражении превысила 61%, обновив максимум за 20 лет. То есть сейчас за счет высокой базовой ставки казахстанский нацбанк ограничивает количество денег в экономике. Это в какой-то степени сдерживает цены, но имеет значительный побочный эффект. Финансовый рынок сужается у нас. То есть кэш, денежная наличность в экономике сокращается за счет этого. То есть спрос предложения денежных средств уменьшается. Соответственно, некому, нечему и расти. Инфляция, да? То есть меньше средств. При этом экономика тоже не развивается. Как бы здесь с двух концов. Да, мы беднеем, да. Доход, рабочие места не создается. А правительство, понятно, хочет побольше рабочих мест создать и рисковать. Здесь надо подходить именно к качественной составляющей. При этом претензии депутата Аманжана Жамалова выглядят абсолютно обоснованно. Потому что ограничение объема денег в экономике через высокую базовую ставку сводится на нет благодаря огромным финансовым вливаниям через льготные госпрограммы. Они появлялись практически в каждом секторе, вытесняя классические банковские продукты. В недвижимости, в покупке авто, бизнес-кредитах. По сути, для БВУ привлекательным сейчас остался довольно небольшой диапазон собственных инструментов. Потребительское кредитование, физлиц и депозиты. Ну, может, еще что-то. Хотя даже не это самое страшное. Самое страшное то, что чиновник – это плохой бизнесмен. У него в приоритете не эффективность кредитуемых проектов, а отчетность. В итоге освоенные через льготные госпрограммы деньги в реальном секторе зачастую просто уходили в песок. Здесь необходимо проработать над повышением производительства труда именно в различных отраслях. Я ранее тоже в соцсетях писал у себя, что у нас одна из низких производителей труда. Да, это одна из низких у нас является особенность в сельском хозяйстве, аграрном секторе. Тот же наш один работающий в сельской местности за год производит продукцию в пределах на 6-7 тысяч долларов, а тот же в России на 18,5 тысяч долларов за год. Чиновники с такой постановкой вопроса наверняка не согласятся. Они с удовольствием объяснят вам, что на смену замшелым, неэффективным государственным программам пришли новые глубоко проработанные и придуманные национальные проекты. Но проблема в том, что сменив вывески, мы, по сути, оставили содержание прежним. В этом уверен экономист Тимур Айсаутов. На самом деле, вот эти национальные проекты, это была, на самом деле, фикция, я считаю. Это попытка выдать некую, то есть попытка выдать плохую игру за какое-то комплексное реформирование экономической политики. На самом деле, никакого реформирования, стратегической, то есть реформы не было. Это была просто попытка обличить старые госпрограммы в новую внешнюю форму, назвали ее национальными проектами. И тем самым они имитировали какую-то бурную деятельность. Ничего не поменялось. Эти национальные проекты, это была просто обманка. И я, насколько знаю, сегодня вообще национальные проекты, они поставлены под, ставятся под большое сомнение. По крайней мере, сегодня национальные проекты, я, насколько понимаю, насколько знаю, они будут очень серьезно пересматриваться. Потому что то, что было сделано в Аспир при Килимбетове, это все было подвергнуто, ну, такой достаточно хорошей, серьезной критике. В целом, экономист прогнозирует, что экономика Казахстана в этом году все же будет расти, потому что для нашей страны открываются новые окна возможностей. Тут самое главное суметь ими воспользоваться. В первую очередь, Тимур Айсаутов имеет в виду перепродажу в Россию тех товаров, которые северный сосед не может покупать сам из-за санкционных запретов. Причем сделать это надо комплексно и организованно, не пуская дело на самотек. У меня сразу же возник вопрос, а не появится ли тогда риск для нас попасть под те же самые санкции? Вы знаете, здесь не все так очевидно. Не все товары, не все товары, продукция, она является санкционной. Но проблема в том, что Россия, она отключена от международной системы платежей. Даже если продукция, она не санкционная, купить ее очень сложно россиянам. Потому что ее банки не могут оплатить, зарубежные банки, зарубежные компании не могут принять эти деньги. Это что касается систем платежей. Другая проблема в логистике. Российские транспортные компании не могут просто физически выехать в направлении Европы. Их суда, морские суда не могут пришвартоваться, припарковаться в этих морских портах Европы и так далее. Здесь проблема комплексная. Это финансовая, это логистическая. Но и в целом есть определенная имиджевая проблема политическая. И многие компании напрямую не хотят. Даже если бы хотели, наверное, не могут из-за каких-то политических обстоятельств сотрудничать с россиянами напрямую. Здесь Казахстан мог бы быть таким передастным звеном. Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жексылыков на заседании правительства представил проект концепции развития малого и среднего бизнеса до 2030 года. Документ призван в очередной раз облегчить жизнь предпринимателям и способствовать их дальнейшему развитию. Подробности выяснял мой коллега Виталий Муртазин. Главным преимуществом новой концепции станет значительное сокращение разрешительных документов для бизнеса. Это позволит легче начинать свое дело и не бояться многочисленных проверок. Да, действительно, в концепции закреплены положения, регламентирующие сокращение разрешительных документов. Так, из разрешительных документов планируется оставить только лицензии. Все остальные разрешительные документы предусматриваются заменить на отчетность бизнеса. Мы добились сокращения количества разрешений. Если ранее было 1115 лицензий разрешений, то в настоящий момент меньше 300, где-то порядка 290 разрешений лицензии осталось. Гербал Устемиров поясняет, что если деятельность предпринимателя не несет риска для окружающей среды, жизни граждан и интересов страны, то над ним не будет никакого контроля. В противном случае его ожидает государственное регулирование. Однако даже при таком раскладе все требования госорганов должны быть адекватными. В законе определены 7 основных базовых условий для того, чтобы регулирование вводить. Это то, что любое требование к бизнесу со стороны госорганов должно быть отвечать требованию определенности, исполнимости, рациональности. Так, например, в сфере общественного питания из порядка 1700 требований 41% этим критериям не соответствуют. Их будут исключать из нормативно-правых актов. Причем за необходимость того или иного требования будет происходить настоящая битва. Мы будем, грубо говоря, стенка на стенку собираться. Госорган будет доказывать, что его требования нужны. Он решает такие-таки задачи, что он соответствует тем базовым условиям. А мы будем говорить свои доводы. И все, что не будет обосновано, исключат. Тем самым значительно снизится нагрузка на бизнес. Также концепция предполагает упорезнение Института единых операторов, поскольку это создает несправедливые условия для предпринимателей. Ожидается, что все эти меры позволят активнее развивать бизнес в Казахстане. Реализация данной концепции позволит обеспечить увеличение роста численности занятых в малом и среднем предпринимательстве до 4 миллионов в 2030 году. Также позволит обеспечить увеличение роста производительности труда в средних предприятиях на 35%. Реализация данной концепции предусматривает и увеличение доли предпринимательства в составе ВВП страны до 40%, а также трансформацию малых предприятий в средние и крупные. Концепция вступит в силу уже в первой половине мая, а работа по сокращению требований к бизнесу должна быть закончена до конца 2023 года. Ну и чтобы уже закрыть тему, давайте поподробнее узнаем, как фонд ДОМУ реализует нацпроект по развитию предпринимательства. И кстати, тут я хочу особо подчеркнуть, я не против господдержки бизнес-проектов, она нужна и полезна. Я за развитие в том числе коммерческого рынка банковского кредитования для корпоративных клиентов. Он нужен как альтернатива, чем больше у предпринимателя выбор, тем лучше. Так вот о механизме ДОМУ, через который можно получить от государства деньги, ведь прием заявок уже начался. Президент в прошлом году утвердил национальный проект развития предпринимательства до 2025 года. Таким образом, программа объединила и включила в себя ранее наши государственные программы, которые назывались «Дорожен карта бизнеса 2025. Экономика простых вещей». Вот данные программы, вы знаете, там по инструментам у нас есть субсидирование, гарантирование. Вот данные программы, они как раз таки вошли в этот национальный проект. Теперь мы, произошел такой некий реинжиниринг, и теперь программа называется «Национальный проект развития предпринимательства». По дорожной карте бизнеса максимальная сумма проектов, которые подлежат субсидированию – 3 миллиарда тенге. По экономике простых вещей без ограничения суммы. И там, и там есть субсидирование. По сути, банк финансирует по условиям базовой ставка плюс 5%, то есть на сегодняшний день это не более 18,5%, из которых фонд АМУ, как правительственный оператор, субсидирует до 6%, 12,5%. И таким образом, нагрузка на предпринимателя – это как раз таки эти 6%. Плюс к этому есть еще и гарантирование. Гарантирование на тот случай, когда отсутствуют залоги или не хватает залогов. Гарантию мы даем, к примеру, до 85%, по суммам для начинающих – до 360 миллионов тенге. Для действующего бизнеса – 500 миллионов тенге. Большое значение имеет вид вашего бизнес-проекта. Государство определило приоритетные отрасли. Во-первых, это производственный сектор, обрабатывающая промышленность. Во-вторых, образование. Третье – медицина. Четвертое – логистика. И пятое направление – это туризм. Но есть и исключения для моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов. Там нет никаких отраслевых ограничений, но сумма обозначена потолком в полтора миллиарда тенге. Вообще, для моногородов сделаны очень хорошие условия. Например, ставка вознаграждения для МСБ составляет 5%. То есть она еще ниже, чем в крупных городах. И плюс к этому есть еще развитие. Микрокредитование. Микрокредитование – это до 20 миллионов тенге. Здесь процедура гораздо проще. Также субсидии и гарантии есть до 20 миллионов. И мы ее просили таким образом, что предпринимателям нет надобности обращаться в фонд АМУ. Они сразу же получают кредит в банках второго уровня. И там же сразу зашиты наши инструменты субсидии и гарантии. По сути, это, как я говорил, гарантии до 85% и субсидии до 6%. Таким образом, то есть им не нужно бегать от банка к дому. Они просто могут получить этот фонд в банках. И по сути, там уже все это зашит. Дефицит автомобилей и значительное повышение цен – это уже недалекое будущее для казахстанского авторынка. В этом уверен эксперт Эдуард Эдоков. Мы поговорили с ним о том, как повлияет на нас то, что происходит в соседней России. А там собираются разрешить выпуск автомобилей класса Евро-0. Это самый низкий стандарт качества. Причина – дефицит комплектующих из-за санкций, связанных с войной в Украине. Причем этих будущих автоуродцев российские заводы смогут попытаться поставлять и на наш рынок. Но председатель Независимого Автомобильного Союза считает, что Казахстан должен выставить заслон такому импорту. Я бы хотел сказать нам, мы должны так сделать. Потому что, ну, я не скажу за грузовые машины, я в них не так, чтобы понимаю, но даже по грузовым. То есть двигатели Евро-0, это значит двигатели, которые дымят, коптят, и нам от этого будет, ну, вот прям нехорошо. То есть я про Алма-Ату, допустим, говорю. То есть наш город и так задыхается, если мы сейчас, допустим, на наш рынок все эти дымящие, коптящие, у нас своих хватает таких. И дело не только в грязных выхлопах двигателей, говорит Эдуард Эдоков. Не будет подушек безопасности, а даже с ними продукция Автоваза не образец выживаемости пассажиров. Это показывают краш-тесты. Без подушек, без подушек эти машины становятся, ну, уж не знаю, как можно говорить, там, колесницей смерти, что ли, то есть при ДТП. Вот, поэтому плюс системы курсовой устойчивости, их тоже нет, да, плюс системы тот же, система АБС. Смотрите, система АБС позволяет вам, вы когда нажимаете на тормоз, не блокируются колеса, они крутятся одно за другим и так далее. Без этой системы, без этой системы, а сама конструкция современных машин, она уже давно рассчитана на систему АБС. А старые автомобили, там использовалась механико-гидравлическая система, то есть этого сейчас уже нет. И поэтому без АБС, вот тупо если убрать АБС, автомобиль тормозить будет, ну, очень плохо. Ну и самое главное. При всем своем патриотизме, в потребительском смысле, россияне склонны голосовать кошельками. Значит, они ринутся на рынки соседних стран за более качественными авто, в том числе и к нам. И даже при падении покупательской способности населения России вдвое, это все равно примерно 700 тысяч человек, способных купить автомобиль в салоне. А в Казахстане за весь прошлый год продали 115 тысяч новых машин. И, соответственно, россияне могут заглотить наш рынок и даже не подавиться. Так что мы не можем предложить сразу, допустим, ни одно из даже сборочных, так называемых, наших автопроизвод, не может увеличить сборку в два раза, в три раза. Потому что машинокомплекты, контракты, они же долгосрочные. То есть их вот в прошлом году заключили контракты, заплатили, в этом году им поставят ровно столько, сколько они заплатили. Увеличить количество в разы невозможно. Ни поставок, ни производства, ни сборки. Поэтому как-то, может быть, на 10%, может быть, на 20%, даже на 30% можно увеличить, ну, я предполагаю. Но в разы, конечно, нет. Поэтому будет дефицит, дефицит приводит к увеличению цен. На этом все. Увидимся в следующем выпуске проекта «Итоги бриф» на телеканале «Атомикин Бизнес». Всего доброго!